В общении всегда другая сторона, не только главные герои и объекты. Незримо натянута и ни одна струна. Лучом блуждающим не высветил прожектор. Убийца, вор, изменник, крохобор настойчиво твердит о милости и амнистии. Вопросы о погибшем судья и прокурор почти не задают. Их думают об убийце. А тот с другой оборванной страницы пугающе маящит в горле нож. Какой кошмарный крик в гримастых боли лица. Процесс без их участия есть ложь. А пухший просит смело подаяния и неразжеванные дрожащие стаканы. А он теперь дожник, подавшего, достанет из адской пропасти вопящих к Аврааму. Принявший милостыню катажей работник, молитвенник, насыщенный утробой. А если давший вдруг зарезанный наш разбойник, десятки жертв угробил. Ходатаем западающих будет нищий. А он схватил, пропил, не помолился. Таких предателей десятки, сотни тысяч. Всех неплательщиков не сыщет и милиция. Мы видим только сторону одну, законодателей, программы и воззвания. Невидимы последствия разорой войны, той стороны незримое страдание. Они неинтересны, малоперспективны. Их как бы нет, ручьи те пересохли. Нет справедливости, неправда, взывает новый Ио. Слезинки сироты и под столами крохи. Но Бог есть справедливость, несомненно. А на земле бахвальство денег и лжи. На Божий суд той стороны проблемы. Плюсуется за гранью той межи. 14 ноября 2001 года.